Вадим Курамшин Сейчас Вадим Курамшин отбывает срок в колонии северного Казахстана. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Напомню, его задержали на Курдае. Предпринимательница попросила помочь разобраться в деле о систематических взятках на таможенном посту. Однако Курамшин сам попал в разряд обвиняемых. Помощник прокурора Мухтар Удзербаев обвинил его в вымогательстве. 28 августа присяжные Курамшина оправдали. Судья переквалифицировал статью на самоуправство и осудил правозащитника к году ограничения свободы. Так как большую часть срока Вадим уже отсидел, его выпустили прямо из здания суда. В конце октября 2012 прежний приговор отменили и Курамшина вновь взяли под стражу. 7 декабря суд приговорил его к 12 годам особого режима с конфискацией имущества. На свободе защитник заключенных провел меньше двух месяцев. За это время успел съездить в Варшаву, где выступил на совещании ОБСЕ о пытках в тюрьмах Казахстана. На следующей неделе дело Вадима Курамшина поступит в Верховный суд. От того, каким будет внимание гражданского общества, зависит исход дела. В этом году это уже вторая награда, которая присуждается Вадиму Курамшину. В день памяти жертв политических репрессий он стал лауреатом премии «Свобода». Правда, статуэтки в этот день так и не достались героям. Накануне их изъяли финансовые полицейские. Церемония оказалась на грани срыва. Несмотря на это, фамилии победителей, среди которых Вадим Курамшин, 31 мая все же прозвучали. Это Вадим Курамшин, правозащитник, который незаконно осужден был за свою правозащитную деятельность. Знаете, может быть другой сказал, нет, не буду. Но это не в Вадиме характере. Он будет идти на пролом, он борет за правду. Международные правозащитные организации, депутаты Европарламента сейчас всячески поддерживают Курамшина. Они уверены, что пострадал защитник заключенных именно за профессиональную деятельность. Он постоянно привлекал внимание общественности к пыткам в тюрьмах Казахстана.